Ко дню защитников и защитниц в Киевской области организовали спортивные соревнования. Дети состязались в двух видах спорта – боксе и верховой езде. На играх побывали и наши корреспонденты. Для 14-летнего Вани эти соревнования 46-е. В боксе парень уже 5,5 лет. И к каждому своему выходу на ринг подходит основательно. Думаю, выиграю. Ну, думаю, выиграю. Подготовка была тяжелая. На снарядах стояли, бегали кросс, в парках работали. Это школа бокса. Ну, а так все. Таких, как он, здесь почти 30. Юные спортсмены из Киева и Житомира зарабатывают баллы для своих команд и оттащивают свои навыки. В Федерации бокса говорят, подобные турниры дают детям дополнительный стимул к занятиям спортом. В здоровом теле всегда должен быть здоровый дух. Он всегда существует. Любого человека, любого молодого человека. Когда он здоровый, ему хочется что-то творить доброе. Детям нужно показывать, что есть выбор. И это очень важно. Кроме боксеров, возможность проявить свои силы получили и юные жокеи. Наездники преодолевали барьеры и проходили по специальному маршруту на скорость. Организаторы утверждают, государство делает все для популяризации детского спорта. Все было сделано максимально для того, чтобы дети, родители, присутствующие, видели, что мы максимально вкладываемся в спорт. В детский спорт, в боксерский и конный. Ассоциация детско-юношеского спорта поддерживает различные виды спорта, а вообще несет популяризацию здорового образа жизни. Бокс и конный спорт выбрали не случайно. Так организаторы подчеркивают связь турнира с двойным праздником – Днем Казачества и Днем Защитников и Защитниц Украины. Данила Кобза, Евгений Савицкий. Новости Украины.